МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подозреваемый в двойном убийстве на следственный эксперимент отрезал себе детородный орган. А также 4 года за 4 жизни. Приговор виновнику страшной аварии. Это и не только. Прямо сейчас. Одно из отделений банка, расположенное на улице Декабристов, сегодня эвакуировали из-за подозрительного предмета, найденного внутри офиса. Тревогу забили сотрудники кредитного учреждения и вызвали оперативные службы, что нашли в операционном зале, знает от офиса Минязова. Шикарная кожаная сумка, из-за этого все там кинулись. Полицейских вызвали сами сотрудники банка. Они заметили в помещении бесхозную сумку и спугались за свою жизнь. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники охранного предприятия, полицейские, кинологи и спасатели. Всех посетителей и работников, а это около 10 человек, пришлось экстренно эвакуировать. Кинологи проверили помещение и выяснили, что в так называемой подозрительной сумке ничего подозрительного и нет. Видимо, один из посетителей просто забыл свою барсетку. После осмотра всех запустили в зал. Сотрудники принялись за работу, а полицейские стали выяснять, что же находилось в сумке. Им также предстоит посмотреть съемки камер видеонаблюдения и установить, кому принадлежит эта барсетка. Нафиса Минюазова, Ильна Архатыпов, вызов 112. Пока в банке проверяли бесхозную сумку, в соседнем дворе на той же улице Декабристов полицейские пытались усмирить буйного и пьяного мужчину. Сотрудников правопорядка вызвали жители близлежащих домов, которым надоело ругань и пьянство напротив окон. Однако даже после прибытия людей в форме дебошир не стал успокаиваться. Обо всем по порядку расскажет Айрат Назипов. Друг дебошира пытается успокоить своего собутыльника. Буквально пару минут назад они вдвоем распивали спиртные напитки в одном из дворов на улице Декабристов. Матом не ругались, на нем скорее разговаривали. Сильно шумели и привлекали к себе внимание. На замечания не реагировали. Поэтому очевидцам этой неприятной картины и пришлось обратиться в полицию. Но даже после прибытия сотрудников правопорядка один из мужчин успокаиваться не стал. Он полез в драку с полицейскими. Немного утихомерить мужчину смогла только его жена. Садиться в машину мужчина явно не хотел. Он продолжал сопротивляться, ударил одного из полицейских и даже пытался оплевать стражи порядка. В прямом смысле. Его все же доставили в отдел полиции. И сейчас ему за неповиновение законным требованием сотрудника полиции и за распитие спиртных напитков в общественном месте грозит административный арест на срок до 15 суток. Айрат Назипов, Невсаминязова, Ильна Архатыпов. Вызов 112. Отрезал себе половой орган и порезал шею. 58-летний арестованный мужчина нанес себе травмы, находясь в автозаке вместе с другими конвоируемыми. Акт членовредительства произошел во время этапирования арестованных из СИЗО города Чистополя в Мамадыш для проведения следственно-оперативных мероприятий. Находившиеся с ним люди заметили, что мужчине стало плохо и сообщили об этом конвою, который доставил арестованного в больницу. К слову, арестовали мужчину по подозрению в двух убийствах и одном покушении. Мужчина в декабре 2017 года узнал от 73-летней жительницы города Мамадыш, что она собирается ехать в Набережничную и покупать слуховой аппарат. Он вызвался отвезти ее, однако вместо этого было безвыдное место, где задушил. Кроме того, спустя несколько дней он пришел к другой жительнице района с просьбой дать ему денег займы. Получив отказ, нанес ей неустановленным предметом не менее 8 ударов по голове, от чего последний скончался. Кроме того, в июле 2018 года мужчина нанес не менее 12 ножевых ранений жительницы Удмуртской республики на поле в Мамадышском районе. Однако потерпевшая выжила и благодаря составам с ее словом ориентировки этот вымышленник был задержан. Три автомобиля по принципу домино столкнулись на проспекте Победы. Удар был такой силой, что сразу после столкновения водители вызвали на место происшествия скорую помощь. Она потребовалась автоледи, управлявшей одним из автомобилей. Все подробности в репортаже Рамиля Шайдулина. Какие травмы вообще получили? Ноги, колени. Ну, в итоге все-таки поедете на скорую сейчас как-то оформите. Ну, конечно, потому что еще ощущается боль. Девушка-водитель автомобиля Пежо призналась, что после осмотра врачей решила сначала оперативно оформить все документы, а уже после отправиться в карету скорой помощи. Во время столкновения она сильно ударилась правой ногой и позже была госпитализирована с места происшествия. Но перед этим девушка рассказала, что ехала по проспекту Победы в крайнем левом ряду и остановилась, увидев перед собой аварию. Заметить столкнувшиеся машины, говорит, было весьма непросто, так как знаков аварийной остановки не было. Это же подтвердил и водитель Honda Civic, который двигался за автоледи. У обоих автомобилей хватило тормозного пути, чтобы вовремя остановиться. А вот у Lada 14, едущей за Хондой, нет. Затормозила машина. Первое. Я перед ней успел остановиться. Несмотря на то, что основная сила удара пришлась на Хонду, ни ее водитель, ни мужчина за рулем Lada не пострадали. Водитель последнего автомобиля рассказал, почему не сумел избежать столкновения. Учитывая обстоятельства, виновным в аварии, скорее всего, признают водителя Lada 14 модели. Рамиль Шайдулин, Айра Однозипов, Ильна Архатыпов. Вызов 112. Автобусы Lada Kalina столкнулись минувшим вечером на улице Декабристов. Авария произошла возле остановки Гагарина. Как рассказала автоледи, находящаяся за рулем отечественного автомобиля, она остановилась, чтобы высадить пассажира. Вскоре левый бок легковушки продрал автобус 18 маршрута. Как отметила женщина, водитель общественного транспорта не соблюдал необходимый боковой интервал. В свою очередь, шофер общественного транспорта заявил, что аварии избежать просто не мог. Рассказал, что справа та самая Lada Kalina начала выезжать от остановки, не пропустив многотонник. А слева вплотную ехала еще одна машина, которая после касания с автобусом скрылась с места происшествия. Учитывая, что автомобиль с высокой вероятностью был снят видеорегистратором общественного транспорта, найти водителя не составит труда. Возможно, с помощью этой записи будет выявлен истинный виновник аварии. На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Впрочем, серьезных травм никто из участников ДТП не получил. Четыре года и три месяца проведет в колонии поселение 41-летний водитель автоваза Скания, признанный виновным в страшной аварии недалеко от моста через Цвиягу. 28 августа в Зеленодольском районе он не выбрал безопасную скорость и дистанцию. Врезался в ладу Ларгус и припечатал легковушку к стоящей впереди фуре. В результате ладу буквально сплющило. Четыре человека. Водитель легковушки, 59-летний священник, его жена и еще одна семейная пара погибли на месте. Еще одну девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Свою вину мужчина полностью признал. Кроме лишения свободы, суд также лишил его водительских прав на два года. Признали виновными в незаконной организации игрового бизнеса. Двоих мужчин подозревали в том, что они с декабря 2016 года организовали подпольное казино и действовали под видом бинарных опционов, связанных с финансовыми операциями на мировом рынке. 34-летний Шухрат Кулиев и 29-летний Илья Ковшов сегодня в советском суде получили условный срок. Из зала суда репортаж Алины Мусиной. Мужчин задержали в феврале этого года. Спецоперацию по пресечению незаконного бизнеса проводили сразу в нескольких районах республики. Сначала они попали в разработку оперативников. Полицейские хотели удостовериться, что под вывеской бинарных опционов и игры на мировой бирже проводятся совсем другие незаконные игры. Деятельность игровых салонов удаленно администрировалась членами данной группы. Для придания вида легальности бизнеса игровые салоны осуществляли свою деятельность под видом продажи бинарных опционов, связанных с различными финансовыми операциями, совершаемых на мировом рынке. Использовались разные документы прикрытия, в том числе и фирмы-однодневки. Их сеть, как установили оперативники, насчитывала около 10 точек. Основные были в Казани и Чистополе. Согласно обвинительному заключению, проработали они только с января по февраль этого года и принесли доход около 500 тысяч рублей. В ходе обыска оперативники изъяли 40 игровых автоматов, 37 системных блоков и 3 игровых комплекса «Ромашка». Изъяли также сим-карты, печати фирм «Однодневок», бухгалтерию и банковские карты. Высообвинение запросило первому участнику, который был организатором данной деятельности 2 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 4 года, и также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей доход государства. И второму обвиняемому государственному обвинению запросило 2 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом 100 тысяч рублей. Суд признал обоих виновными. Шухрат Кулиев, как организатор и руководитель подпольного игрового бизнеса, был приговорен к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. А Илья Ковшов к 1 году и 2 месяцам лишение свободы также условно. Алина Мусина, Нафиса Мнязова, Ильна Архатыпов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альвира Фазлиева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альвира Фазлиева.